Маска. Ну-ка, что? А, очки не оденешь сейчас. Кстати говоря, у меня кто-то писал, недавно спрашивали, а когда будет конкурс. Ой, хорошо, ветра нету. Когда ветра нету, это просто супер. Цветочки. Скоро у нас заморозки, тут все цветочки растут. Вот такие вот подарочные наборы тут уже есть. Мы сейчас попробуем и скажешь, понравился тебе вкус или нет. И я скажу, нравится мне или нет. Всем доброй ночи, мои хорошие. Я сегодня проснулась 3 часа. И, в общем, лежала-лежала, решила встать. Сижу, пью кофе. Сидела-сидела, думаю, надо голову покрасить. А, почитала же я комментарии, девочки. Под видео, где дочка мне там хвосты разные лепила. Вот правильно говорят, сколько людей, столько и мнений. На вкус и цвет товарища нет. Нет единого мнения ни у кого насчет какой-то определенной прически. Всем нравится что-то свое. Кому-то нравится первый хвост, кому-то второй хвост. Кому-то нравится моя прическа. Ну, я вам хочу сказать, моя прическа мне нравится все-таки больше, потому что это комфортно. Кто-то пишет с хвостом моложе, а кто-то пишет наоборот вот так моложе. Все по-разному, да. Ну, мне молодиться, честно говоря, смысла нет. Зачем мне молодиться? Я выгляжу нормально на свой возраст, но вот эта прическа, она мне более комфортна. Мне в ней удобно. Притом голова не болит, нет каких хвостов. Вот, обычно так вот раз-раз прическа легла как надо. Вот, кто-то еще спрашивает, чем вы красите волосы. Я один раз ответила, потом перестала отвечать, потому что думала лучше уже один раз показать. Вот она моя краска. Ботаника 10.0. Подсвечивает, да. Это краска Фаберлик. 10.0 цвет. Я вам сейчас ее покажу поближе. И вот, когда я крашу волосы, еще я добавляю какой-нибудь ампульный концентрат. Но я их чередую. Все время разные добавляю. Но вот этот раз у меня будет для возрастных волос. Бывает для окрашенных волос, там для питания. Ну, в общем, я их чередую разными. В общем, они все хорошие, все полезные. Вот, и сейчас все дела, думаю, собственно, пока у меня время есть, надо будет мне покрасить сейчас волосы. Вообще, знаете, они у меня когда отрастают, вот так вот, вот так вот, как-то особо не видно, что там седина отрастила и все. Но когда дочка мне делала хвосты, вот когда поднимаешь корни, тогда уже корни видно, что отросли. И на солнце, когда солнце светит, тоже вот видно, что корни отросли. Ну, в общем, я думаю, что надо покраситься, пока у меня время есть, как бы, да, освежу. Освежу я красочку. Краску наношу полностью из тюбик. Не мелочусь, чтобы на все хватило. Корни сначала окрашу, а потом протягиваю по всей длине. Вот так вот. Ну, покажу я вам поближе, если кому интересно, что это за краска. Натуральные масла, фитокератин здесь есть. И вот что мне нравится еще здесь, репейное масло, масло крапивы, алоэ вера, фитокератин. В общем, вот такие вот полезные свойства для волос. И вот это здорово. И ампульный концентрат. Вот здесь такая вот одна ампулка есть в коробочке. Я ее добавляю прямо в краску и все. Вот. Что тут еще вам показать? Здесь, в общем, в краске все, что нужно есть. Так, есть тюбик, окислитель, перчатки, но я ими не пользуюсь. И вот этот бальзам уже потом ополаскиватель для волос. Вот и все. Ну, а у нас закончились праздничные дни, каникулы закончились. У нас ничего не продлили. Начинается с сегодняшнего дня новая неделя рабочая, с чем я всех вас и поздравляю. В общем. Вот. А у кого каникулы продлили, пишите, девочки. Что вы делаете? Что, чем занимаетесь на каникулах? Нет, все-таки, знаете, я больше люблю рабочие дни. Как-то вот жизнь идет. Какие-то планы, что-то это. Выходные дни такое впечатление, что все останавливается. И по телеку смотреть нечего, как правило. Вот. Так что, в общем, сейчас время зря терять не буду. Нанесу краску на волосы. Ну и что? Включу телевизор, пока буду краску держать. Вот и все, девочки. Красочку я нанесла. Я ее держу обычно 40 минут. Этого достаточно. И потом ополаскиваю вот этим вот бальзамчиком, который прям в краске находился. Не знаю, может быть, это специальный бальзам. Вот именно после окрашивания. Да, тут написано бальзам после окрашивания. Маска. Ну-ка. Ага, очки не оденешь сейчас. Аааа. Ухаживающая маска после окрашивания ботаника. Во. Ну вот как раз то, что нужно. Все. Смываю потом краску через 40 минут. И ухаживаю вот этой масочкой. Ну вот и все. Мое окрашивание закончено. Я уложилась. Корни у меня все прокрашены. Можете посмотреть. Если кто не знает, хочу сказать, у меня половина седых волос. Половина. И вот результат. Мне очень нравится эта краска. Мне очень нравится. Я за это время уже кашку успела манную сварить. Внучка просила манную кашу. Говорит, бабушка, можешь всегда ее варить. Я ее люблю. Ну вот для внучки. Сегодня вечером внучка должна быть у меня. Я сварила кашку. Вот. Ну все. А теперь можно пойти за компьютером посидеть. Чуть-чуть поработать. Ну что, девочки. На улице рассвело. Восемь часов утра. Плюс семь градусов. Туманище. Вчера было такое замечательное утро. Просто класс. А сегодня вот даже дождик там уже покапывает. Что-то очень такая сырость повышенная. Девочки, такой контраст, какое вчера было утро и какое сегодня. Я вчера... Хорошо, что я утро сняла. Я вчера утром сняла утро. Вид из окна. А потом я передумала, ну, уже продолжать видео. Решила, что уже начну с сегодняшнего дня. А сегодня, видите, уже погодка совсем другая. Я вам сейчас вставлю сюда вот это видео, которое я вчера сняла. Посмотрите, какое было классное утро. Там вообще прелесть. Солнышко. Ух ты! Смотрите, какое утро замечательное. Прекрасно. Солнышко светит. Небо чистое. Плюс семь градусов. И нет ветра. Ой, вообще классно. Давно не было солнышка у нас. Прямо пасмурные дни были каждый день. Ой, доброе утро, девочки. Я так рада, так рада. Вообще классно. Все так видно. Горизонт видно. Люблю я солнышко. Я ему прям радуюсь. Сижу, видео монтирую и слушаю, как тут птички у нас разные. Щебечек. Тут мне на подоконник прилетели такие маленькие, желтенькие, симпатичные цветные птички. И вот я смотрю, они тут разлетались. И вороны каркают, и еще кто-то. Оживились прям. Солнышко увидели. Проснулись птички. Ну как, увидели контраст, да? Ну все, вчера вот был один день просвета. Просвет. Солнышко показалось. Вообще вся неделя была у нас такая вот пасмурная, серенькая. Ну и сегодня тоже у нас там будет дождик покрапывать. Я так поняла. Облачно целый день будет. Ну так же 7 градусов. Пока еще вот температура вроде до 15 дней будет. Но это тепло оно такое. Вот. Ну ладно. У кого-то, я знаю, еще хуже. Там вообще морозы, метели. У нас еще пока что где-то нету. Слава Богу, все нормально. Посидела я девочке сейчас за компьютером. Посмотрела свои как бы результаты. Дело в том, что у меня скоро движутся, как сказать, придвигаются, надвигаются, приближаются некоторые цифры такие округленные. Кстати говоря, у меня кто-то писал, недавно спрашивали, а когда будет конкурс. Вот. Я вам хочу сказать, что к середине декабря у меня приближается день рождения канала. Также у меня должна округлиться уже цифра моих роликов. Ну и самое главное, что до 17 тысяч мне осталось уже меньше 100 подписчиков. Вот 82 я смотрела на сегодняшний день. Я надеюсь, что как раз вот уже к середине декабря округлиться у меня цифра до 17 тысяч. В общем, когда у меня все эти цифры округлятся. И тогда, в общем-то, я отмечу вот эти все какие-то круглые, круглые такие цифры. И проведу конкурс. Ну а сейчас уже потихонечку я начну готовиться к конкурсу. Буду покупать подарки. И потихонечку собирать уже подарки для победителей. Будет три победителя. Ну как заведено у меня. Так что, девочки, я знаю, что многие, кто смотрит мой канал неподписанный. Есть много неподписанных людей. Поэтому, если вас не затруднит, подпишитесь, девочки. Давайте быстрее приблизим это число. Потому что пока у меня не округлится цифра 17 тысяч, даже если те у меня даты и цифры округлятся, я все равно конкурс не проведу. Давайте мы уже как бы быстрее приблизим все эти события. В общем, и надеюсь, что, может быть, вы подарки к Новому году получите. Так что подпишитесь, девочки, обязательно на канал, кто еще не подписан. Вышла я, девочки, на улицу. Немножко распогодилась. Солнца нету, правда, но уже не так пасмурно. И уже не такой туманчик. Решила пройтись в магазин. Хочу заскочить в фикс прайс. Мне что-то кажется, что там какие-то должны быть новиночки. Ну посмотрим. Ну и так, по мелочи надо кое-что прикупить. Ой, хорошо, ветра нету. Когда ветра нету, это просто супер. Цветочки. Скоро у нас заморозки, тут все цветочки растут. Видите? Ну все, давайте пойдем уже. За покупочками. Так, ну вот я зашла в фикс прайс. Вот это самый главный стенд. Вот я смотрю, тут уже есть игрушки. Это вот копилочки. Год тигра. Да, это фигурка, а это копилка. Копилка стоит 299. Такие вот подсвечники. Вот набор. Набор стеклянных елочных шаров. Такие разные, на маленькие елочки. Разных размеров. Вот такие маленькие есть, славненькие. Стоят они 199. А вот такие вот мешочки для подарков. Носок новогодний. Под елочку. Маска кошка или тигр. Тут еще какие-то есть масочки. Зайчик. Здорово. Мишура разных цветов. 77 рублей стоит. Вот такие шары еще разные. По 199. Разных цветов. Наборчики по 6 штук. И тут вот мишура тоже 77 есть. По 149. Вот такая вот. Более пушистая. Классно. Вот такие вот наборчики по 99. И шарики по 77 наборчики есть. Тоже хорошие. Разные. Веночки. 299 рублей. Вот такой вот искусственный веночек. Да вообще тут я смотрю уже полно всего есть. Смотрите, что тут много интересного. Кружечки с новогодней тематикой. Тоже цены разные. Такая снегурочка под елочку. Вот такие наборчики, игрушки есть. Банка новогодняя. Что-то она туго открывается. Ладно, не будем. Стакан с трубочкой. Елочный шар. Гирлянда. Гирлянда интересная прозрачная. Она открыта есть. Сейчас посмотрим. Да. Такая проволочка прозрачная. Так. Гирлянда стоит 249. Комнатная. Холодная, белая. Холодная, белая. В общем, они тут чем-то отличаются. А, теплые белые еще. Вот разные. Вот такие вот. Снеговички классные. Вот. Коробки есть для подарков. Вот сейчас есть разные размеры коробок подарочных. Это здорово. Вот такие вот веточки, букетики. Такие наборы шаров. 299 стоит. Большой набор. Вот такие. По 199. Набор деревянных елочных украшений. Такой. Вот это баннер. Развешивать на стенку. Ободок карнавальный. О! Украшение такое. Дождик 55. Мишура. В общем, девочки, выбор стал уже тут большой. Есть открыточки. 27,50. Стоит настольный календарик. С таким вот тигренком славным. 77 стоят. Такие вот игрушечки. Такие шары. Классно. Красиво. Люблю такие всякие блестяшки. Мне так нравится. Это что? Елочное украшение. Так написано. Так. А это что у нас такое? Хлопушки, что ли? Маленькие есть. Хлопушка. Хлопушка. Это мемо. В общем, 77. Вот эта маленькая, наверное, 27. Большая. 99. До 99. В общем. А это что? Детский набор. Собери елочку. Интересно. Что? Интересно, интересно. Или это вот этот? Нет, это что-то. Окрашение. Или... Нет, это не елочка. Ну, это же пингвинчики. В общем, не поймешь. Разобраться надо. Мягкие игрушки есть. Такие вот тоже. Смотрите, классненький такой. 299 стоит игрушка. Снег-спрей для декора. 99 рублей. Вот такой стоит. 199 большой. Золото, серебро. Магнит есть 55 рублей с символом. Есть вот такой с маленьким магнитиком. А есть вот такой. Тут отрывной календарик. Прикольный. Тоже магнитик. Ну, да. Я что-то тут на этих магнитиках остановилась. Приношу счастье. Такие разные есть. Там вот еще какие-то. Ловите богато. Такие просто есть небольшие, обычные. Разные есть наклеечки, девочки. 99, 77, 99, 149. Баннер. Вот такая вот декорация есть на подставочке из 7 шаров. Есть разноцветные шары. А есть вот такие вот. 199 рублей стоит. Вот это надо собрать. И шарики надуть. Ну, прикольно. Прикольно. Письмо к Деду Морозу. 55 рублей стоит. Они тут разные есть. Пока что там еще. Разные картинки. Я смотрю, корзинки новенькие появились. Вот такой корзинки я не видела раньше. 99 рублей стоит. Разные цвета. Такая 99 рублей. Вот такая 99 рублей. А вот эта с двумя ручками. Тоже новенькая. 149 рублей стоит. Побольше. Вот такой я еще не видела. Вот такой я еще не видела. С двумя ручками. Интересно. Такие тряпки для уборки, как полотенца, похоже. 60 на 40. Разных цветов. Симпатичные такие. Вот такие вот подарочные наборы тут уже есть. О! Есть побольше и поменьше. И вот это вот «Создай своего героя». Сладкий календарь под цифрами. Там маленькие шоколадки. Мы это уже пробовали такое. Вот календарь сладкий стоит 99. И вот наборы, цены. Вот, девочки. Набор светоотражателей. Вот 9 штучек там разных. 55 рублей стоит. Желтый, красный, зеленый есть. Это такие наклеечки, которые можно наклеивать на какие-то вот предметы. Видите? Одежды там или сумочка или что-то. Ой, прямо хочу такое, хочу. Возьму в одну, наверное. Так, добрались до кухонной утвари, девочки. Кружка для пива 1 литр 299 рублей стоит. Вот такая вот огромнейшая вообще. Ой, тяжеленькая. Если туда литр пива налить. Неподъемная. Хотя кому надо, тот поднимет, да? Так. Большеватенький контейнер. Я такие брала поменьше. Но я бы еще взяла один из того, что я брала, но нету такого размера. Поменьше нету. Ну и ладно, хорошо. Банка для хранения 2 литра. 299 рублей стоит. Такая вот крышка вроде как деревянная. Ну да, высокая. Кстати, здесь можно какие-то декоративные штучки там положить или крупы насыпать. Но это вот красиво так будет смотреться. Несколько банок на столе, если поставить. Силиконовые формочки для выпечки. Вот это для пирожных показано. Вот такие кругленькие есть. Такие печенишечки. Вот такие еще есть. В общем, разные. 249 рублей. Как вам такая бутылка? Большая. Она пластиковая, по-моему. Да, пластиковая. Стоит 249. Тут 2,4 литра. А тут я смотрю 1,8. Ну, может быть, будет. Может, 2,4 по горло, если налить. С ручкой. Прикольная. Она легенькая такая. Шоколадная фигурка. Сладкая сказка. 60 грамм. 55 рублей стоит. Вот такая вот шоколадная фигурка. Интересно, насколько там шоколад настоящий или вкусный. Я думаю, что я возьму одну, попробую. Все, девочки. Пришла я домой. В пятерочку я зашла. Взяла Насте сок. Сегодня у меня Настя. Булочку Насте взяла. А себе взяла вот эту квашеную капусту с морковью. Я не помню. Но я раньше вроде брала ее. Вроде неплохая. Салями финская с можжевельником. Вот такую колбаску я люблю. Взяла масло. Красная цена. И сосисечки, если Настя захочет. Еще я зашла в магнит. Купила себе вот такой вот новый дезик. Это какой-то новый запах. Свежесть бамбука. Плюс алое. Просто алое. Раньше брала алое вера. Мне очень нравилось. Вот этот запах не знаю. Но надо будет попробовать завтра. Сегодня уже я пшикнулась другим. Пшикнулась другим. Но вот другой-то вот этот свежесть душа вроде казалось бы. Я его взяла, потому что алое веры не было. Но у него очень сильный запах. А сильные запахи я не очень-то люблю. Поэтому я его пока отложу. Так пусть. Запасной вариант будет. Девочки, а что я взяла в фикс прайсе? Я вам хочу сказать, процесс пошел. То есть уже начало, в общем-то, положено. Три коробочки я взяла на подарочки. Это для конкурса. Три победителя будет, я вам сказала уже. Вот видите, потихоньку начинаю готовиться. Вот эти коробочки надо будет мне наполнить какими-то подарочками. Еще я взяла вот такие магнитики. Они вот разные. Видите, тепла и уюта. Приношу счастье. Здесь просто счастье написано. И исполнение желаний. Такие вот лапочки хорошенькие. Один я себе оставлю. А три тоже на подарочки пойдут. Ну, а то, что будет у меня еще на подарочки, я вам уже потом показывать не буду. Покажу уже потом перед самым конкурсом. Взяла вот такие вот небольшие соки. Это вот любимый. Ну, это Настенки тоже. Взяла. Мы с Настей вместе попробуем вот этот шоколад. Мне интересно, какой он на вкус. Так, Настя альбом. Она любит рисовать. И у нее уже быстро заканчиваются альбомы. Взяла тоже для Настюшки вот такие маленькие печенюшки к чаю. И взяла вот эти светоотражатели. Очень интересно. Вот это, я так поняла, вот это браслет. Он на руку одевается. Вот так, видите, заламывается. И одевается на руку. Можно на ногу или на что-нибудь. А это, я так понимаю, это наклеечки. Ну, вот что-то себе наклею, что-то Насте. Светоотражатели. Надо, чтобы они были. Это безопасность на дороге, девочки. Зеленый и красный не стала брать, а вот желтенький мне понравился больше всего. Так, ну а цены я вам вроде уже все сказала, да? Ну, если не сказала, сейчас скажу. Коробочки там были разных размеров. Но я взяла средний размер. Стоит 149 рублей такая коробочка. Были коробочки побольше и поменьше. Это кого интересует, если на подарочки. Соки вот эти маленькие по 13,70. Печенье 55 стоит. Магнетики по 55 стоит. Шоколадная фигурка сладкая 55. Все по 55. И альбом 27,50. Светоотражатели 55. Девочки, только 5 часов вечера я за Настей собираюсь. А на улице уже темно вообще. Почти темно. Пока что тут не отражается. Почему-то на камере кажется светлее. Но там уже все темнее. Сейчас выйду на улицу, будет темень. Так что мы с Настей на улице сниматься не будем. Будем сниматься дома. Настя забрала садик. Всем привет, Настя. Одела Настя я вот этот светоотражающий браслет на руку. И вот сейчас мы хотим посмотреть, освечивает ли фонари машины. Ну, вроде бы как есть чуть-чуть, но что-то не очень. Я что-то ожидала большего. Как-то, мне кажется, не очень. Давай-ка мы сейчас попробуем вот так. Подожди. Так, хочу увидеть, отражает или не отражает. Мы еще под такой желтой лампой ставим. Мне интересно, вот еду к машине, есть ли отражение. Мне кажется, есть, но вот, да. Ну, что-то слабовато. Или мне так кажется, я не знаю. Девочки, напиши. А вот так вот от фонаря я вижу, вроде, отражение есть. Но все равно оно какое-то, мне кажется, слабоватенькое. Ну, ладно. Вот мы перешли домой, и вот мне бабушка купила новый альбом. Вот тут. Да, здесь на обложке. У нас как раз к Новому году год тигра. А это, видишь, тигр. Да. И вот тут, вот тут вот порисованы львы, вот такие вот. Вот тут птички, вот тут львы всякие. И сейчас я рисую. Только в этом альбоме я буду рисовать львов. Чтоб какого-то самого красивого льва забрать в садик. Ну, потому что у нас в садике, может быть, будет этот же праздник. И, может, я заберу самую красивую мою картинку. Как ты каникулы провела у бабушки? Хорошо. Тебе там не скучно было? Ну, как бы... Ну, а кто там был еще? Там была Ксюша, сестра моя, и Даша. Если это Даша, тогда привет. Придай Захару. Привет. В общем, вы там игрались, да? Ну, иногда мы ссорились, конечно. Ну, а как же без этого? Извини. Ну, как без этого? Это нормально. Ссорились, потом мирились, да? Да. Ну, вот это нормально. Через время. Понятно. В общем, тебе там было весело, да? А сестра спрашивала, например, когда мы поссорились, я сразу к Захару лезу. А она говорит, Настя, ты меня любишь? Говорю, да. Захар, ты меня любишь? Он говорит, ну, так себе. А она говорит, ну, значит, не любишь, да? Значит, не любишь? Он говорит, ну, я не знаю, что он говорит, но что-то говорит. Ты тигра рисуешь? Да. Я смотрю уже, похоже. Ну, рисуй, рисуй. Ладно. Это лев или тигр? Если вот с такой гривой, и тогда кто? Ну, с такой большой, это лев. Ну, тигр, тигр, вот как нарисован здесь, это вот тигр. Он такой полосатый как бы. Ну, хотя лев и тигр, это, в общем, семейство кошачьих, больших только диких кошек. Поэтому, в общем, лев тоже в теме. У меня будет не злой. Если вы, там, например, увидите нас, там, ну, там, короче, у меня лев будет не страшно. Он у меня будет веселый. Вот посмотрите, какой он у меня. Вот у меня... Вот. Вот тут такое, вот такое вот. А вот тут улыбка. Сейчас я глазки дорисую. Потом, когда я закончу, вам все покажу. Ладно. А вы, пожалуйста, закончите... Ну, не переключайтесь. Все будет интересно. Ладно, мы сейчас поставим на паузу. Я тебе пока разогрею кашу. Я как раз в тему кашу манную приготовила сегодня. Настя только сказала, она говорит, давай грей кашу манную, мою любимую. Да? Я люблю кашу манную. Любит кашу манную. Кто любит манную кашу, тогда поставляйте лайки. Я люблю густую. Густая такая какая? А жидкая, да? Ну, я не сильно густую делаю, потому что, ну, сильно густую я не люблю. Ну, видишь... А я сильно густую люблю. А я тебе вот в прошлый раз уже пододавала, тебе понравилось. Ладно, давай на паузу поставлю. Ты пока дорисуешь, а я пока кашу разогрею. Ну что, мы покушали кашу. Я тоже вместе с Настей покушала кашу. Настя вот тут дорисовала. Ну, все желтым цветом плохо видно, но все-таки вот тигр. А еще мы с Настей хотим сейчас протестировать вот эту шоколадку, которую я сегодня купила в фикс прайсе. Мы сейчас попробуем и скажешь, понравился тебе вкус или нет. И я скажу, нравится мне или нет. Настя, если хочешь, Настя запьет соком. Это клубничное, земляничное, да? Давай, открыть тебе сок? Давай, откроем. Мы сегодня тестим, тестим, да? Вот эти светоотражатели протестили. Скажу вам насчет светоотражателя, девочки. Ну, мое мнение, что я видела светоотражатели, которые светятся гораздо ярче. Этот светоотражатель, он светится, но мне кажется, не очень ярко. Или мне так кажется, я не знаю. Ну, я вам показала вот то, что видела я, и вы уже скажете свое мнение. Так, ну, в общем, раскрываю я эту шоколадку. Я не стала я ее, в общем, хранить там до Нового года, если надо будет. Если понравится, просто я к чему? Сейчас попробуем. Так можно будет купить, пока не поздно, пока не расхватали, и кому-то еще там подарить, может быть, на Новый год. Так, вот она вот так вот стоит в коробочке, в такой вот интересной. А тут она вот с двух сторон запакована в пленку. Ну, это интересное дело, да? Так, раскрываем, раскрываем. Оп. О, вот она вот так вот раскрывается, лежит внутри. Ну-ка. Так, ну, запах шоколада имеется. Дай я понюхаю. Она легкая, внутри, мне кажется, она пустая. Как, знаете, вот такие вот формочки. Внутри пусто. Потому что, когда шоколад, он весь не пустой, он тогда тяжеленький. Это кажется... Я бы думала, что надо красить его, то есть сразу красить. Давай откусывай чуть-чуть, вот отсюда немножко. Лапки пока пооткусываем. Обычный шоколад. Обычный? С каким-то вкусом. С каким-то вкусом, да. В общем-то, ну, в принципе, неплохой шоколад. Даже, возможно, это шоколад настоящий. Хотя, кто его знает. А привкус, немножко, знаете, привкус как сженого сахара. Вот мне напоминает привкус такой. Да, он действительно внутри пустой, видите. Так что, мне кажется, мы его можем съесть сейчас с тобой. Да, пустой. А, я поняла, почему он такой вкусный. Потому что, может, шоколад сделали с таким сразу вкусом. Внутрь ничего не положили, просто он пустой. Но внутри вот тут шоколад, да, вот это все. И тут вот тоже есть вкус вот этого вот сахара. Ну, это вот такие вот две формочки. Там налили шоколад, потом их соединили. Внутри пустота. Ну, давай, будешь еще кушать. Ну, в общем, мы его сейчас, может быть, и съедим весь. Так, ладно, девочки, хочу я с вами сейчас попрощаться. Видео хочу я закончить. Оно, мне кажется, уже достаточно длинное. Напоминаю вам, что скоро у нас будет конкурс. Ну, ближе где-то в начале декабря, может, ближе к середине декабря посмотрим. Но это многое еще зависит от вас. Если у меня цифра подписчиков округлится до 17 тысяч, то, возможно, возможно, я проведу немножечко досрочно этот конкурс. Так что давайте, девочки, кто не подписался, подпишитесь, пожалуйста. И, в общем, пишите комментарии, принимайте активное участие в комментариях. Нажимайте на колокольчик и обязательно нажимайте на кнопочку, чтобы она стала серенькой. Все. Ставим пальчики вверх, кому понравилось видео. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok